здравствуйте уважаемые зрители у меня в гостях сегодня известная украина немецкий политолог здравствуйте господин умолт здравствуйте михаил почему почему украина немецкий сразу скажу вы не только известны в германии преподаете германии вы сами из германии вы еще и работаете в украине в институте будущего и вы работаете в киево-магелянской академии господин а я сейчас в киево-магелянской академии и еще работаю в таком шведском новом центре созданном в прошлом году который называется стокгольмский центр изучения восточной европы ну можно сказать что вы украина немецко-шведский политолог господин умолт давайте с вами поговорим на тему международной политики тем более это как раз ваша кафедра и за последнюю неделю за последние две недели в украину совершили визиты топ политики европы это и борис джонсон это и матеуш моровецкий премьер-министра польши и конечно же это президент франции мануил макрон как вы оцениваете визиты насколько они результативны ну там очевидно есть две причины этому это поиск вот какого-то компромисса каких-то вот переговоров и какого-то дипломатического решения вот этого напряжения которое сейчас есть между украина и россии и ну и между западом и россии в целом и там есть такой практический аспект но я думаю он на самом деле менее важно чем символический аспект этих визитов потому что я пока не вижу какого-то практического пути нахождения фундаментального компромисса с россией я думаю это могут быть какие-то отдельные проекты которые на которые оба стороны стороны могут согласиться но пока что настолько противоречивые позиции киева и москвы что я боюсь что какому-то фундаментальному решению мы не придем но символически эти визиты тоже важны потому что они вот сигнализируют как россии так и украины позицию этих стран эти страны поддерживают более-менее однозначно и решительно украину и ну как бы смысла этих визитов я так понимаю чтобы сигнализировать для россии что если действительно будет большая сегодняшняя такая вялая текущая война перейдет большую войну что это будет ну конфронтация не только с украиной для россии но и с многими другими стран я думаю это главный посыл вот этих визитов и это тоже конечно для для не только для политиков украины но для обычных людей украины важно вот что вот эти политики суда приезжают и часто приезжают вот например новая министерка внешних отношений германии уже два раза посетила за за период когда она стала министром внешних отношений украину и тоже вот сейчас вот недавно посетила контактную линию донбасс и там посмотрела все своими глазами господин умал я задам немного циничный вопрос наверно этот вопрос который так или иначе возникает не только в головах экспертов но и в головах у обычных зрителей которые смотрят там украинские многочисленные ток-шоу вот к нам действительно есть это серьезные европейские политики представляющие ведущие европейские страны но очевидно что ключевого решения по вопросу реинтеграции украинские территории вопросу как бы остановки противостояния с российской федерации ни у кого такого рецепта нет поэтому все вы и же в украину это просто пиар вы и же для внутреннего потребления а чтобы украине не было обидно украине подкидывают несколько миллиардов долларов но это уже традиционно сложилось что после каждой международной встречи мы узнаем о том что тайная страна нам чем-то поможет но в частности может быть подкинет немножко средств и как бы всех это устраивает это и пиар для украинских политиков и пиар для европейских политиков которые не могут успешно продать своих странах вы согласны с подобным утверждением ну так цинично я бы это все-таки не сказал просто тут объективная дилемма с одной стороны ну я не думаю что можно просто достичь какой-то компромисс какое-то решение этого вопроса с другой стороны увы украина не является членом европейского союза и нато поэтому вот эта поддержка она не настолько решительная и полная как бы это было для члена европейского союза и нато и ну и в этой ситуации ну откровенно говоря и и не просто для и невозможно в общем-то взять свои ряды украину в частности в нато потому что ну это так сказать затрагивает уже национальные интересы стран членов нато и достичь консенсус в этом в этом вопросе увы сейчас будет очень трудно там 30 все 30 стран и члены нато должны были бы согласиться на вступление украины в нато и ну на этом фоне вот так получается что вот есть эти визиты есть это экономическая помощь посылает там оружие снаряды и и тоже есть новые договора там с польшей с великобритании с турции и так далее но это все не так сказать эквивалент членство вес или в нато поэтому да получается такая картина но она я думаю в целом то я бы наоборот сказал это наверное на и лучшую картину картинку которую можно ожидать в данном случае вот ну а что а что еще может быть я не откровенно говоря вот как бы это как бы в запад себя еще мог бы вести в этой ситуации поэтому я тут скорее вижу что в этом позитив чем и не выражался бы цинично только про это ну и это вот в частности это вот сейчас довольно серьезные дебаты которые начались в западе насчет санкций они мне кажется ключевые в том смысле что это наиболее действенный инструмент который запад сейчас имеет в в отношении вот что не чтобы не допустить эскалацию конфликта и тут еще это все конечно нужно иметь ввиду что запад все таки имеет большие экономические рычаги российская экономика маленькая относительно но она глубоко интегрирована мировую экономику и в частности есть очень тесные экономические связи между европейским союзом и россии несмотря на те санкции которые были уже наложены в четырнадцатом году поэтому это важно и нетривиально господин умонт вот существует три точки зрения на ситуацию противостояния россии украина первая точка зрения это зрение о том что путин злодей мировое зло ищаде ада и вот силы добра в виде запада противостоят силам зла в виде господина путина в общем то это удобно удобная история для запада и для путина поскольку но всегда нужно опереться на что-то да чтобы ты мог например развиваться ты мог предлагать новую филе философию развития недоградации если не было путина его стоило придумать поскольку он позволяет как бы нато ну проводить какую-то политику то есть это адекватный враг до ядерное государство понятно и всем еще советских времен то существует вторая точка зрения о том что путин пользуется какими-то там оккультными процедурами это валерий соловей отставил эту категорию значит и вот эти вот оккультные какие-то действия его сподвигать и восподвигают нападать либо не нападать на украину и третья точка зрения это точка зрения которая мне кажется наиболее адекватно она стоит в том что да путин оккупировал наксировал украинский крым есть факт путин для путина это была легкая добыча потому что в украине в момента не было армии которая могла сопротивляться но путин в принципе на этом остановится ему необходимо поддерживать напряженность на восточной территории нашей страны территорию ордло с тем чтобы не было акцента на возвращении там аннексированного крыма при этом все что происходит последний год это такая пиар война которая в принципе выгодна абсолютно всем она выгодна путину опять же он себя позиционирует какое абсолютное зло создает какую-то повестку она в принципе выгодна западу и по сути а вот сейчас а если путин отводит войска от границы украины а выигрывает тот западный политик который встретиться с путиным последним перед тем как он примет это решение увидели вот этот брос financial times о том что планирует отводить войска сразу после встречи с макроном но тут же дезаваировал эти заявления господин песков то есть я для макрона это пока не победа да то есть такое впечатление что россия оставляет для себя возможность условно выторговать вот этот вот войск а в пиаровском смысле выторговать ли тебе для себя что-то в коммуникации с каким-то западным крупным топ политиком и поэтому на эту роль спаситель мира претендует байден шольц макрон джонсон и пока путин не решил с кем ему удачнее договориться большая крупная победа знаете как быть спасителем мира вот россия благодаря тебе отводит войска вот кто-то должен быть этим спасителем мира это был хороший пиаровские очки для либо того же джонсона либо макрона у каждого из своей задачи внутренний дом они говорят что украина главный вопрос но немаловажный ну может быть не знаю я я тут вообще так сказать вижу запада скорее в такой роли реактивной роли то есть он пока что и в этом есть и некая проблема он реагирует на то что россия делают и чтобы там была какая-то выгода ну я не уверен что это так во первых может быть вот вообще внешняя политика она не играет такую большую роль и ты там добился чего-то или не добил добился я не уверен что это так важно и тоже так сказать ну у путина теперь такая плохая репутация на западе что как бы с ним найти компромисс это не обязательно тебе может быть выгодно во внутренней политике ну я не думаю что войска просто так будет отведены то что просто там какой-то западный политик с ним поговорит и и переубедит его как бы что видимо там придется что-то предложить и это как бы сделать такой пакет и вот этот пакет собственно он и чреват рисками для западных политиков потому что ну сейчас многие считают что россия особенно вот ввиду того что она сейчас заключила такой ну не оформленный альянс с китаем она воспринимается как стратегический враг запада и с ним достигать с ним какие-то компромиссы не обязательно так сказать будет выгодно какому-то западному политику и ну я бы я бы не стал тоже так это все сводить к пиару я думаю что все таки был большинство этих политиков на западе они все таки просто хотят решение вопроса вот и чтобы хотя бы успокоилась как-то ситуация потому что она вот отводит внимание от многих других проблем ну я знаю просто в германии это такое восприятие что это такое вообще анахроническое некое явление на фоне того что есть огромный вызов климатических изменений для всего общества и и тут какие-то маленькие автократы они играют там свои игры там какие-то территории что-то захватывает а мы так как бы идем на мы мы на пути климатической катастрофе да и вот они там какие-то свои 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 игрушки там куда-то переводят и скорее такое восприятие вот что ну это не так там ну в германии это это только одна из систем и там другие темы наверное более важные там пандемия климатические изменения там европейская интеграция там это все более важно чем кто там получит какую территорию где-то там на восточной европе я последний вопрос вам задам касается минских соглашений все западные лидеры понимают вопрос о необходимости имплементации минских соглашений это одно из условий в том числе российской федерации вы слышали эту фразу которая уже стала мемом со стороны путина нравится не нравится терпимая красавица но откровенно грубая фраза стороны путина такой вульгарной стиле такие пошлые социальности но к ним уже принципе привыкли но если говорить о минских соглашениях понятно что для украины они чрезвычайно невыгодны поскольку они легитимируют боевиков которые сейчас держат власть на территории ордло а почему для запада минские соглашения они столь принципиальны и почему запада не настоит на скажем пересмотре минских соглашений чтобы учитывалась том числе и позиции украинской стороны я бы не стал так однозначно высказываться потому что ну во первых минские соглашения есть и заключить какое-то новое соглашение с россией было бы трудно тут тут же две стороны нужно если это было возможно может быть это бы и и пробовали заключить минск 3 или что-то такое но видимо это невозможно и тут все заключается в опросе о интерпретации этих соглашений и в частности вот этот известный вопрос о последовательности шагов которые должны быть приняты да и ну и в общем если очень просто сказать что для украины важно это первый шаг это безопасность и контроль украины над территорией а потом уже политический процесс то есть выборы а россия хочет наоборот вот такое абсурдное в общем-то требование чтобы украина провела выборы на территории которые она не контролирует где где нет в общем-то украинского государства ну и вот вокруг этого вопроса все это вся эта дискуссия идет и на этом фоне запад и требует воплощения минских соглашений просто вот я бы сказал так в украинском чтении этих соглашений ну и там ведь они очень короткие то есть там я думаю если бы можно было бы достичь действительно что россия пересмотрит свою интерпретацию этих соглашений то можно было бы их так воплощать что это не будет с каким-то какой-то фундаментальной проблемой для украины то есть сначала контроль над границей возвращение украинского государства там министерств гражданского общества масс-медиа и так далее и потом самые обычные так сказать местные выборы и тоже до выборы в верховную раду тогда в этом нет проблем и то что там расписано какая-то народная милиция это тоже можно было бы так все все сделать чтобы это было не нарушение суверенитета украины весь вопрос в интерпретации а господин умун но оппоненты минские соглашения не высказывают следующие опасения вот у нас уже был прецедент с автономной республикой крым которая до 92 года не было автономии и по сути в какой-то степени россия воспользовавшись моментом использовал этот факт что у крыма была автономия и оккупировала анонсировала его не кажется ли вам что вот если условно говоря эти территории ордло завтра они возвращаются поделись дикцию украинского государства мы первое получим а фактически ну вот как бы прекращение проекта евроатлантические ориентированные украины и второе мы создадим некий прецедент когда другие украинские территории задутся вопросом а почему им условно говоря можно иметь свою какую-то народную милицию народное ополчение а нам нельзя и так далее и так далее то есть это подорвет суверенитета украины как вы считаете не я не вижу это в таких темных цветах ну с крымом это особенная история потому что там уже была регулярная российская армия который потом там переодели вот сделали из них вот этих зеленых человечков ну этого не должно конечно быть на донбассе чтобы там какие-то зеленые человечки остались это ну это вот как бы один из аспектов как раз того о чем идет спор чтобы там не было вот этих корпусов вот этих там вот нерегулярных войск которые там сейчас есть вот этих так называемых днр и лнр поэтому я не вижу этого этого риска и я тоже не вижу что есть действительно потенциал других регионах украины чтобы вот они вот сказали вот мы сейчас тоже что-то там хотим как как донбасс я думаю это может быть еще было как бы в 14 году некий такой аспект что чтобы это стало как бы таким вирусом для украинского государства сейчас я я не вижу таких рисков и и даже если там будут скажем избраны такие пророссийские кандидаты скажем верховную раду ну хорошо будет там сколько 20 пророссийских кандидатов в верховной ради это ну это мало что изменит в общем раскладе политических сил украины поэтому мне кажется это немножко гиперболизированные вот эти страхи если 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 можно действительно добиться ну вот воплощение этих соглашений логическое я бы сказал просто что сначала должно быть государство а потом уже политический процесс не может украина не может проводить какой-то политический процесс как бы на территории которые украинское государство не контролирует да и где нет украинского гражданского общества украинская партийная система украинских масс-медиа и так далее но тем не менее каким-то образом там должны проводиться выборы если этот вопрос если бы можно было бы решить этот вопрос то я думаю это это был бы хороший выход из ситуации ну и какой-то особый статус можно было и принять там на временное на три года там а потом это опять убрать из законодательства и из если и даже даже изменение конституции я думаю это не это не обязательно там имела бы какие какой-то вот деструктивные эфир господин умонта большие большое спасибо что вышли в эфир и согласились дать это интервью с нами был андрес умонта известный украины немецкий политолог спасибо вам большое господин умонт спасибо за приглашение большая честь украинский политолог